Доброе утро! Добрый понедельник всем моим зрителям, гостям канала. Всем привет! С вами Наталья. Так, ну начнем с погоды. У нас вчера был ураган. Это было что-то с чем-то. Ветер был кошмарный. Тут даже с подстанции часть кровли унесло. Было сильный ливень, гроза. На сегодня обещают жару плюс 30. Впоследствии гроза. С таким же ураганным ветром. Ну я гляжу по всей стране такая фигня. Ну что ж, у природы нет плохой погоды. Все прекрасно знают, когда жара, значит будет гроза. Ну ладно, это как бы лирика. Отступаем от этого, идем к нашим баранам. О, не к нашим баранам. Теперь Ольга будет стричь баранов в два раза больше. Она теперь у нас овцы вот. Ну что, Санек шашлычок из баранины хочет. Вот и завели. Ну правильно, на коммуналку денег нет, а овец завести, купить есть на что. Хомяки, вы хоть бы раз голову включили. Вы ей деньги донатите на сено, она идет, покупает какую-то хрень. Ей нужен на автокредит, она вдруг рожает и 300 тысяч собирает на коров. Ой, господи, милостливые. Я не знаю, что в головах у этих людей, когда вы прекрасно видите, что деньги она тратит на свои хотелки и на хотелки своего хахеля. Ну что, видео мы вчера увидели. Она рада, что она первое место заняла. Но заработает мало. Я сразу верну к зоопатии, зарплате. Быкова вчера заливала в уши, какая у нее маленькая зарплата. Только она ее уменьшила. Во сколько? В 10 раз. Это как минимум. Как она сказала? За май она заработала 120 долларов. Что ж ты трындишь? У тебя сколько просмотров под видео? В среднем 50-80 тысяч. У меня просмотры 8-10 тысяч. Это в среднем, а то и 5 бывает тысяч. То есть, когда мы были с Данькой на море, там было и 5 тысяч, 4 тысячи просмотров. Спасибо и за это. Так вот, и у нее подписчиков 700 тысяч, у меня 5 с половиной тысяч. Сколько она сказала зарплата за май? 120 тысяч. А 1400 не хотите? У меня зарплата за май 88 долларов, которую я не получил еще. Потому что Google Акцент переводит только когда 100 долларов. И не знаю, что перейдут, где-то они потерялись еще даже. Я понимаю, мои подписчики, они здравые люди, в здравом уме они все прекрасно понимают. Я не скрываю свой доход. За май месяц 88 долларов. Я уже давно сказала, что я получаю в 2 месяца 1 раз, потому что у меня 100 долларов не выходит в месяц никак. В этом месяце, то есть в июне зарплата, да, действительно просела еще. Еще просела. За июнь у меня всего 65 долларов. У Быковой 87. 870, я еще поверю. Да. Но 87, ну никак. У меня 65. Как у Быковой может выйти 87. Господи, я прекрасно понимаю, что она вот завела баранов не только в стойло, но еще у себя на канале. И вот и стрижет, и стрижет их, и стрижет, и стрижет. И такую хрень несет. Ну, верят они ей, ради Бога. Кидают они деньги. И пускай кидают. Мне вчера понравился вопрос на стриме. А что это, когда на коров собирали, за 2 дня собрали 300 тысяч. А тут 220 тысяч, уже неделю собирают. А Быковой ТРПР ответить нечего. А потому что донатят одни и те же. У них, наверное, деньги кончились. И ответить нечего. А что она может ответить? Да на самом деле донатят одни и те же. Конечно. Так, ну название стрима вчерашнего ее это отдельная песня. Да. Но видео ждали-ждали. Конечно. Она его затянула. Оно не загружалось. Поэтому и просмотры были, да. Что мы видим? Три ночи. Быковой готовит бутерброды. Хвастается своим сыром. И что? Они с Саньком едут на рыбалку. Угу. Да. Едут на рыбалку. Потом они едут на пополнение в семье. Не в семье, а в хозяйстве. Они едут за двумя барашками. И так они... За бараном они едут. И так они понравились хозяину этого, этих баранов, что он им Ярочку подарил. Угу. Верим, верим. Конечно. Такой обаятельный, привлекательный. Как бы не поверить. Конечно. Тем более ты же рассказала про свою семью. Жалко, что не рассказала про двух мужей абьюзеров. Угу. Жалко не рассказала, да. И то, что ты живешь на деньги подписчиков, тоже не рассказала. Ну что дальше? А дальше... Ну, видео были. Мы посмотрели. Детям показал этих баранов. Все. Ладно. Но мозгов у бабы нету. Ты едешь за скотиной. Зачем на новой машине? Павео? Показать, какая ты богатая и какая ты статусная? А че не шаран взяла? Уж воняет и дальше пускай воняет. У тебя шаран на ходу. Ты же его только отремонтировала. Села бы на шаран, привезла. И сама сказала, пойду машину мыть. Ну, конечно, они не очень пахнут. Ну, так, чуть-чуть. Но они же там накакали. В жизни не поверю, чтобы бараны не пахли. Даже маленькие. Даже ягнята. Животные есть животные. Ты собаку везла и сказала, что машина вся провоняла. Что-то ее мыла, в химчистку возила свою этот хундай. А тут бараны. Не верю. Ну-ка, ладно, я сейчас вернусь к стриму или нет. Стрим у нас мало того, что был посвящен, что нет заработка. Оля играла психолога. Назвала, конечно, что была у бывшего все плохо. Только мы не поняли, что плохо. Я так и не поняла. А что плохо? То, что он был выпившит, об этом знала. То, что он увез детей на речку, мы знали из своих лепешек. А что плохо-то? И все она перевела на работу психолога. И она работала психологом весь стрим. Ты знаешь, мне в какой-то степени даже жалко стало твою маму. Я тоже мама. У меня двое взрослых детей. Даже старше Ольги. И мне, честно говоря, было бы обидно. Я не знаю, что они говорят за моей спиной, со своими друзьями. Как они обсуждают и осуждают свою мать, не знаю. Но, по крайней мере, не на такую аудиторию. Я всегда им говорю, вам что-то не нравится, скажите мне. Но то, как вчера Ольга замесила свою мать, мне ее стало жалко. Это не по-человечески. Ты постоянно ее гнобишь. И будешь ты ее гнобить долго. Быкова, отпусти эту ситуацию, как тебе говорит психолог. Потому что у тебя 10 детей. Неизвестно, что они тебе выскажут. Скажет, мать, нахрена ты столько нарожала. Мать, нахрена у нас не было детства, что мы сидели и нянчились. Ты еще не знаешь, что скажут твои дети. Какие претензии предъявят твои дети. Недаром есть такое старое выражение. Дедушки и бабушки, любите и балуйте своих внуков. Они отомстят за вас, вашим детям. То есть смысл такой, что родители, каждый родитель получает то, то, что он отдавал своим родителям. Поэтому я бы не хотела быть на месте в Ольгиной матери. Я не знаю, поэтому я не говорю, что там у меня прям идеальные дети. Ну, дети как дети. Но говорю, я бы не хотела, чтобы меня просто на кресте прилюдно опустили в говно. А она вчера это сделала. Она сделала. И не первый раз. Но вчера это было вообще полностью со шквар. Может быть, мать и заслужила. Но ты же верующая. Почитай отца и мать свою. Зачем это говорить? Зачем? Это твои проблемы. Это твои проблемы с мамой. Вот сядьте вдвоем. Она не поймет. Потому что она воспитана по-другому. Она и сейчас себя не понимает. И не понимала, когда ты с Быковым сошлась. Не понимала. Потому что она воспитана по-другому. Ладно, мои дорогие. Конечно, вчера был трэш. Ничего мы не узнали. Чонок Быков. Узнали, что только... А, еще узнали, что... Ульяна и Артем были у нее. То есть у нее были гости, как она сказала. Оказывается, гости это были Ульяна и Артем. Она сделала бартер. То есть своих отправила туда. А эти остались здесь. Да. Поигрались. Поделились. Замесила опять Ирину. Но это известная тема. Она никогда не кончится. И продолжение будет. Она периодически будет об этом вспоминать. Донатили вчера. Крайне мало. Самый большой донат был 3000 от кого-то. Но очень мало. Не знаю, когда Быкова наберет эти 220. Если у нее зарплата, извините, 5000. Придет. За июнь, как она говорит. Я не знаю, как она жить будет. Она еще коммуналку не платила. Хомяки, соберите ей на коммуналку. А то долги наберутся. Ей свет отрубят. Все, мои дорогие. На этом прощаюсь. Надо на работу собираться. Всех люблю. Спасибо за лайки, за комментарии. Ваша Наталья.